Надо будет купить витаминчики, так, наверное, от гриппа что-нибудь, от насморка еще. Этот список Кадиша, как и многие актюбинцы, могла бы продолжать до бесконечности. Вера в чудодейственные свойства лекарств – удел многих. Когда врач выдает внушительный список препаратов, многие из нас ответственно отправляются в аптеку. А аптечные полки, в свою очередь, перенасыщены различными лекарственными препаратами, цены которых не всегда по карману. Болеть нынче удовольствие не дешевое. Это вот небольшая часть моей аптечки. Здесь все препараты первой необходимости, потому что бывает, возникает резко головная боль, зубная боль. Бывает расстройство кишечника, и все это происходит, конечно, не вовремя. Поэтому я всегда стараюсь носить все эти препараты с собой. Еще хочу сказать, что вот сейчас наступила зима. Руслан, надо пить витамины. Зимой люди всегда стараются пить витамины. Вот сейчас видела рекламу по телевизору, рекламируют витамины. Правда, название не запомнила, но говорят, очень хорошие, помогают. Вот надо будет купить витаминчики, так, наверное, от гриппа что-нибудь, от насморка еще, наверное, от давления что-нибудь, травушки, наверное, какой-нибудь попить. По всевместной рекламе и советы тех же фармацевтов делают свое дело, ведь люди в погоне за здоровьем скупают противопростудные лекарства, не задумываясь о том, нужны ли они им вообще, не говоря уже об их безопасности для здоровья. В 2009 году в Казахстане был создан лекарственный информационно-аналитический центр. Он предоставляет населению, медицинским работникам достоверную информацию о лекарственных средствах, основанных на принципах доказательной медицины. В своей работе специалисты лекарственного информационно-аналитического центра используют источники доказательной медицины и базы данных по лекарственным средствам, нормативно-правовым актам в сфере обращения лекарственных средств. Может иногда стоит пересмотреть свою домашнюю аптечку, чтобы убедиться, что в ней нет лекарств пустышек, и как вариант, вы можете проконсультироваться в лекарственном центре или поискать информацию самостоятельно. В любом случае, не относитесь к своему здоровью беспечно.